Барин едет! Торжеству идиотизм устроили чиновники к визиту Владимира Путина в Екатеринбург. Глава государства пробыл в уральской столице всего три часа, но за три дня до этого город уже погряз в пробках из-за перекрытия улиц. На крышах дежурили снайперы. Все канализационные люки по маршруту следования президента запенили и опечатали. Из вуза, где он встречался со студентами, собственно говоря, студентов и преподавателей выгнали загодя. А журналисты, аккредитовавшиеся на мероприятия с его участием, смотрели он и по телевизору. Это программа «Что произошло» и сегодня мы поговорим исключительно об идиотизме чиновников и силовиков, а также их прихлебателей в моем практически уже родном городе Екатеринбург. В последнее время здесь столько онова, что это уже заслуживает отдельной программы. Итак, поехали! Мистичковый уральский блогер Сергей Колясников, который в последнее время по праву считает рупором скандально известного холдинга УГМК, что замешан практически во всех протестах в России, решил приструнить вашего покорного слугу. Ну а до кучи и всю нашу телекомпанию, но, увы, не рассчитал парниша своей силы. Вердикт Октябрьского районного суда уральской столицы – оставить иск скандального пользователя интернета без удовлетворения. Кстати, предметом иска стала именно эта самая программа, а вернее ее выпуск про беду в государственном заповеднике «Денежкин камень». Напомню, там кислотой затопило все окрестности. В выпуске, к слову, отснятом по многочисленным просьбам жителей городков североуральской Ивдель, освещалась именно проблема загрязнения окружающей среды. Дело в том, что территория вокруг государственного заповедника «Денежкин камень» была, говоря русским языком, фактически затоплена раствором, содержащим кислоту и медь. Причина загрязнения – это как раз варварские методы добычи медной руды на карьере ОАО «Светогор», что контролируется тем самым холдингом УГМК. Каждый раз, когда администрация заповедника начинала бить на бат и привлекала госорганы для проведения экологических исследований, Сергей Колясников штамповал в своем блоге посты о причастности сотрудников заповедника к так называемой внесистемной оппозиции. К слову сказать, это государственное учреждение, подчиняющееся исключительно Минприроды в Москве. Но это не смутило Колясникова, и он рассыпался в обвинениях в пособничестве госслужащих президентом США Барака Обаме и позднее Дональду Трампу. В свою очередь работники природоохранного учреждения посчитали это не иначе, как местью за свою профессиональную деятельность обратились к общественникам и депутатам. Благодаря этому история получила огласку. В свете поднявшегося скандала заповедник выехала и наша съемочная группа. Журналисты Крик ТВ своими глазами увидели и зеленые реки, и оранжевый лес, и даже мертвых животных. А вот пособников американских президентов не нашли, хотя и искали. Вышедшая в эфир программа, ну, очень не понравилась пользователю интернета, после чего он на страницах своего блога вылил тонны грязи на журналиста Евгения Анисимова, то бишь меня. Впрочем, после этого журналисты все, без исключения, потеряли интерес к, мягко говоря, не совсем адекватному екатеринбуржцу. И про него благополучно забыли, переключившись на другие темы. Но медийная смерть не входила в план обитателя полуживого-живого журнала, рудимента двухтысячных. И тогда он решил о себе напомнить. Более чем через полгода Колясников вспомнил, что есть хороший повод, на котором можно и попиариться, и придумал проект с нехитрым названием «Дави их» и еще одно непотребное слово, которое в эфире нельзя употреблять, и по закону, и по чисто этическим соображениям. В отличие от блогеров, закон для нас все же писан. Юза решил обогатиться за счет меня аж на целых сто тыр. Ну и кроме этого, он, естественно, хотел в вагон и маленькую тележку извинений. До общения с простым народом Колясников опускаться не стал и на заседании суда не являлся. Зато в зал по его ходатайству пришла специалист, выполнявшая для него экспертизу Оксана Карлыханова. Это по своей сути обеспечило ему проигрыш. Судебный эксперт начала свое выступление с ходатайства о запрете видеосъемки в зале суда. Позже судебный лингвист не выдержал экзамен по русскому языку. Утверждение как лингвистическая категория является дождественным утверждением как о факте лингвистической категории. Утверждение, утвердительная форма высказывания, она равна утвердительной форме, которая... Установленному юридическому факту, по вашему мнению. Я, юридический факт, как лингвист, не могу перейти. Поясните, ваш вывод относительно высказывания того, что колясником является членом. Вы какой-нибудь оскорбительной форме? А церочный делаете? А почему оскорбительный? Потому что... Слово «член» в русскому языке что означает? Если здесь с новой роментностью, то это предполагает половой орган мужчины вообще-то. То есть я не буду называть это. А слово «член» может подразумеваться только как половой орган мужчины. В конце она уже противоречила своим же выводам, приведенным в экспертизе, и подтвердила, что выдрала фразы из контекста в угоду заказчику. Вот и задумал Сереженко в военстве и природы России. Ну, судя по его постам, в блоге, который вы изучали или нет, вы отрицаете, что он идет в военстве и природы? С его подразделением государственным заповедником Денишкин камер. Пожалуйста, подрабатывайте меня. Нет, я в ваше заключение возвращаюсь, я же его читаю. Поэтому я фрагмент заключения читаю. Я вам вопрос задаю, что если иное подтверждено в ходе судебного заседания, то это является негативной информацией? Я не читал эти негативные информации. Хорошо, если вы подтверждаете, что это не есть негативная информация, что он ведет войну с ним и природы, что он не был никогда в заповеднике, вы это подтверждаете, что это не является негативной информацией. Хорошо, очень хорошо, что вы вас проплатили в ходе судебного заседания. Без вас, конечно, это все труднее было доказать. Не смог ничего пояснить и свидетели Са Евгений Щук. Это бывший преподаватель Уральского государственного экономического университета. Сначала он попытался соврать, что слышал по телефону интервью между мной и Сергеем Калязниковым. Да, я был свидетелем этой беседы. Я, естественно, слышал, что седу со стороны Калязникова. Затем заявил, что уже не уверен, что Калязникову звонил лично я. А каким у нас наступил вопрос, заданный Калязниковым, я слышал. Потому что, когда передвинет Владимировича, публиковал сам в своем ролике. А уже через пять минут допроса он вообще ни в чем не был уверен. В то же время содержимое блога самого Калязникова и показания других свидетелей опровергли все доводы истца. К слову сказать, Ющук даже не отрицает в интернете заинтересованность в процессе и даже рекламирует свои услуги, например, войны своих заказчиков заповедником. Помимо заказных корпоративных войн под соусом патриотизма, он еще владеет сайтом интермонитор.ру, напоминающим больше сливной бачок, нежели информационный ресурс. Но по какой-то причине до сих пор этот сайт не лишен свидетельства о регистрации СМИ. Вердикт суда – в иске отказать полностью. Теперь можно смело называть Калязникова и продажным блогером, и деньгоотрабатывателем. Так решил суд. И это оценочное мнение автора программы. А это очень важно, ибо те, кто предает родину в угоду олигархам, и это тоже, кстати говоря, оценочное мнение, так вот они не должны уйти от ответа. Очень уж надеюсь, что вслед за собой Калязников потянет и своего свидетеля Ющука, и заказчиков, что проплатили весьма странное судебное заседание. Еще одно событие. Вчера в Екатеринбурге огласили приговор уроду, избившему 95-летнего ветерана Великой Отечественной и завладевшему его квартирой. Вердикт суда – 400 часов обязательных работ. Вчера в Екатеринбурге огласили, избивал все деньги отобрал, 30 тысяч, 3 года отобрал, 30 тысяч, и каждый месяц 3 года отобрал. Избил. У меня справа правой шки, потом левая до крови. Мы уже рассказывали об этом дичайшем случае в спецпроекте «Гню Великой Победы 9 мая». Тогда Ханев Сидиков ожидал приговора суда, надеялся на то, что он будет справедливым. Но не все так просто в российском царстве и государстве. Главное у нас – это связи и родня во власти. Ее служительница, судья мировая, что ее защитить. Вот и получилось, ему сроки дали, дали отработки часов. Это позор, позор для ветерана, для мира. И действительно больно уж мягкий приговор. Сорокина Андрея Ивановича признали виновным по двум статьям, по части 1-й, 115-го головного кодекса, это легкие телесные повреждения, и часть 1-й, ст. 119-го, угроза жизни. Его признали по обеим статьям виновным. Но было, на наш взгляд, очень слабое наказание, принято судом. То есть мы считаем, не по всей строгости, прокурор просил по 115-250 часов работы, а по 119-й, 1-й год решения. Значит, судья принял решение, и 440 часов обязательных работ всего по обеим статьям, несмотря что имена доказаны, и, соответственно, признан он безумный. Ветеран боится выходить из дома. Ждет расправы, которые ему зять, собственно говоря, уже пообещал. Он мне уже давно сказал, я тебя поймаю, убью, вес увезу, повешаю. Вот такая у нас забота ветеранов. Это только на парадах 9-го мая им дают гордо прошагать по площади. А все остальное время, да все остальное время система их держит в тонусе. Он вынужден скрываться. Получается такая ситуация. Потому что Андрей ему сказал, что я, вот, дядь Хенев уже сказал, что было, да, что он пообещал его вывезти в лес и повесить. Да, да. Значит, избивал. И, соответственно, дедушка реально, как говорится, опасается за свою жизнь. Он вынужден скрываться. Он не рассказывает, где он живет, где находится, то есть, либо в больнице, либо где. То есть, получается, что он вынужден сейчас оплачивать за 23 тысячи съемок квартиры. Оплачивает квартиру, которую ему дало государство по указу президента, но не может в ней проживать. Он платит за нее сейчас коммунальные услуги. Значит, на него зять подал в суд, изыскал квартплату за предыдущие три года за его же квартиру. Да что? И он должен сейчас взять у 95 тысяч рублей за квартплату в квартире, которую он подарил зятю. То есть, вот такая ситуация. Запомните это лицо. И при встрече поступайте с ним так, как сочтете нужным. Я прощаюсь с вами. В студии работала Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Краткую версию смотрите по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните к нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите на соцсетях, добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю. Субботами. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...